Благодарим Ирину Солонову за эту яркую ремарку. Было здорово, спасибо. А сейчас мы приглашаем на эту сцену девушку, которая у нас уже не впервые, знатока этих игр. Творчество этой девушки это попытка обратить общество на целостность и взаимопронизывающие свойства этого мира, в котором мы являемся маленькими, но значимыми и уравновешивающими его частицами. Маленькая я, бросьте на сцену! Я наблюдал, как сильный ветер пихрил спирали за окном. Я каждый завиток заметил, и как бы растворился в нем, и ветер взял меня в дорогу по тротуарам средь аллей, где я всецело слился с Богом в тумане розовых огней, где мир кружился неизменно, чтобы каждый мог себя сказать. Я — маленькая часть Вселенной, и это важно осознать. Как попало до судьбы, я считаю, что если нашу жизнь представить как ОС, координаты, X, Y, одна точка где-то находимся мы, другая точка где-то находится наше желаемое чудо, это в любом случае будет путь, и что на нем может произойти, неизвестно. То есть важны и мы, и судьба, и главное — право выбора, и выбирать правильно. И продолжим такими стихами, которые... Возможно, каждому из нас близки, и вообще все понятно. Когда по утрам конвульсивно бежишь до станции, сжимая в руках воротник своего пальто, ты думаешь, тут вам у нас чайник Франция, и едешь. И в окнах мелькает рассветок бордом. Но не успеваешь толком заметить, как небо волочится месивом сизых туч. Ты вышел с работы, купил угостивший билетик. Потрогал ладони в кармане от комнаты ключ. И в этом конвейере маленьких сложных судеб я был дураком. Дураком остаюсь и сейчас. Я все еще удивляюсь тому, как люди работают, кормят потомство и платят за газ. По пятницам мы уходили гулять из города. Подолгу молчали и просто шагали вперед. И ветер нырял нам под куртки, и делалось холодно. А мы и не ждали, что будет наоборот. Не ждали вообще ничего. Только трогали, до рву с моряки разноцветно мерзло ныряет. Душе человеческое надо много ли? Быть может, и этого много, когда ноябрь. Поздней осенью фонари леденеют в глухом постоянстве И не ищут в далеких встанствий лишь вороны и воробьи. Телефонная трубка молчит. Вот и ты же молчи, будь смелей. Одевайся, мой друг, потеплей, когда полночь в часах шелестит. Вдоль высотных домов иди, покидая уставший город, Суетливость его коридоров оставляя себя позади. Уходи промзонами в лес, по искристым скользким тропинкам, Где в сиянии месяца зыбко происходит страна чудес. Прикоснись к ее красоте и почувствуй себя причастным С крипом свежего, тонкого наста, растворяясь везде и нигде. В этой чистой, морозной тиши, когда нет перед вечностью страха, Раздается пусть музыка баха, вьется в самую суть души. А потом возвращайся домой, мимо путников редких случайных, Мимо взглядов в глаза нечаянных, лишь к себе иди по прямой. Да, то есть нам очень важно отвлекаться от того круговорота событий, Которые нас, я бы даже сказала, наверное, месяц, как мясорубка. Нужно просто уходить из этого и ощущать себя, Где ты находишься на самом деле сейчас и кем ты являешься на самом деле. Без первого и второго, третьего не дано. Бесцельно смотрю в окно, и оно солнечным бликом вибрирует на стене соседнего дома. Здесь не все понятно, но все знакомо, и иногда так же, как сейчас, бессмысленно и без лика. А потом всегда наступает час, где все сущее пропитано Бога ликом, Свет несущим из глубин подсознания в знание, что он и есть, это я весь. Спасибо вам. Благодарим маленькую я за такую интересную поэзию. У кого все ремарочка? Григорий Грин, просим. Вот у маленькой ты очень зрительные были образы такие, я бы сказал, погодные. Ноябрь сразу очень представляется, прям вот эти лес, так сказать, все эти сляки, там все эти дела. И поэтому мне захотелось, вот тоже вспомнить, значит, ты, где тоже такие погодные условия. И он опять-таки про судьбу, в какой-то мере. Все случайно. Конечно, на этом месте мог бы быть кто угодно. И мы по лужам с кем угодно плавали бы эти 200 дорогих минут, и она бы тоже говорила, просто всем кто-то нужен, просто ты один. Это все несложно. Скажем, Кристин Кройк и Аманда Сайфрид клали пальцы тонкие мне на локоть, а потом со мной танцевали сальсу, рассыпая искры горячих взглядов, потому что ноги насквозь промокли. Как ни странно, нет их со мной рядом. Рядом ты. И славно на самом деле. Почему, кто скажет, в момент рождения мира, так уж атомы полетели. Изначально здесь волшебство и тайна. Мы гуляем вместе по их умении. Рядом ты. И, видимо, не случайно. Поэтому я оставьте своих драгоценных вот туда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова